Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру под названием Digimon Cyber Sleeve Hackers Memory. Итак, я продолжаю проходить побочные квесты для того, чтобы продвинуться по сюжету. Так, у меня еще осталось несколько невыполненных миссий. Конечно, я в прошлой серии забыл завершить, короче, квест, но я за кадром потом это сделал. Так, вот, у меня осталось один, как бы, важный квест и четыре побочных. Так, также я, ну, чуть-чуть, особо-то, долго прокачкой не занимался. Я даже, ну, как сказать, я даже не прокачивал, я просто отсканировал некоторых Digimons. Так, во-первых, сейчас, перед тем, как начать, я хочу отправиться в DigiLab. И, наконец-таки, прокачать Сель до максимального уровня. Так, Сель, она прокачивается у нас до максимального уровня, и мы снова нового Digimon открываем. А почему я говорю, что до максимального уровня? Потому что у Бленк прокачки дальше нету. И я так понимаю, что Сель тоже дальше прокачиваться не может. Это ее финальная форма. Ну, блин, ладно. Так, у меня так, кстати, также в команде есть Vimon. Ну, подожди. От Vimon надо избавиться. Так, вот. Допустим, Систермон Сель П. Не знаю, что значит П. Превращенные. Ну, что означает П? Я не понимаю. Сель. Систермон Сель. И Систермон Сель Пи. Так, вот. Она имеет, ну, типа, у нее уровень эволюции взрослый. У этой тоже взрослый. То есть, по сути, она осталась на той же стадии эволюции, просто это ее новая форма. И она не может эволюционировать дальше. Это ее финальная форма. А также из Бленк. Ну, точнее, я это обнаружил как раз-таки на Бленк. Пока копался в этом. Кстати. В этом, ну, в настройках, короче. Я копался, смотрел, кого можно эволюционировать, деэволюционировать. Мейндрамон. Там все, все такие. Кстати, я могу еще кого-то там эволюционировать. Но я забыл, что я там делал. Там, а, звезду. Звезду надо эволюционировать в более прокачанную звезду. Типа, я так бы сказал. Более крутую звезду. Райс Греймон. Он, кстати, 50 уровень вроде бы должен получить, чтобы прокачаться дальше. Да, вот. 50 и выше. 55 и выше. 55 и выше. Я даже не знаю. Наверное, нам нужно, нужно, нужно попробовать в него эволюционировать. 50 уровень. Если это не Вор Греймон, значит, нам придется в него эволюционировать. Или в него. Просто... А, нет, подождите. Вор Греймон. Да, возможно, это и есть Вор Греймон. Я Вор Греймона уже встречал. А может, Вор Греймон это и он. Потому что, смотрите, есть Гео Греймон. Он эволюционирует... Ну, он просто из Греймона... Греймон превращается в Гео Греймон. Потом Гео Греймон превращается в Райс Греймона. И нам нужен еще Вор Греймон. А может быть, Вор Греймон? Ну, есть еще один... А, у меня Дегимон с припиской Вор, но... Он не Греймон. Сейчас я его даже попытаюсь найти. А, а может, Дору Гуримон? Дору Греймон. Блин. А может, и нету? А может, я Дору с Вор... А, да, точно, я предполагаю, что Дору Гуримон может тоже в Вор Греймона эволюционировать. Так, метал Гуримон. Мы еще Атаку 200 не прокачали ему, потому что у него Атака 198. Поэтому пускай он будет пока что с нами. Так, а вот Системон Сиэль можно уже все, ее убрать из команды. Я с ней сражаться не смогу, потому что она довольно-таки слабая. У нее форма эволюции просто взрослая. Она даже несовершенная, а после совершенной есть абсолютная форма. Абсолютная же, да? Я же прав? Да, абсолютная форма. Что делает ее, ну, немножко слабоватой, к сожалению, для данной стадии игры. Мне нужны Дегимоны помощнее. Так, зато я могу на свободное место взять какого-нибудь другого Дегимона просто для прокачки. И я даже знаю кого. Так, Дору... Дору Гуримон. Хочу просто посмотреть. Дору Гуримон. Этот 71, 38, 71. Вот, у него Абилити 23, да? Он может из кого-то эволюционировать? Абилити 80, Абилити 20. Так, он может эволюционировать вот в этих двух Дегимонов. Хорошо. Потому что вот этот Дору Гуримон вроде не может эволюционировать ни в кого, потому что у него Абилити ниже. Да, потому что у него низкий Абилити. Поэтому возьму... Вот этого Дору Гуримона. Я ему специально уже Абилити прокачивал. Десмрема. Так, а у него тоже Абилити не... Ну ладно, я прокачаю его. Открою этого Дегимона, потом обратно прокачаю. И, скорее всего, его прямая форма эволюции либо вот эта, либо вот эта. Так, ладно, Дору Гуримону беру к тебе. Надеюсь, у меня хватит. Да, тем более... Да-да-да, у меня хватит. У меня есть большой запас по памяти. У меня теперь мест не хватает именно в команде. Потому что места в команде тоже ограничены. Мало того, что команда ограничена памятью группы, так еще и места в команде тоже не бесконечные. То есть я не могу там 20 штук минимальных... Ну там, 20 штук Дегимонов взять по... Которые используют 3 памяти группы всего лишь. Потому что количество в группу тоже ограничено. Ну, сколько я членов могу в группу взять. Раньше я с этим не сталкивался, потому что у меня памяти группы не хватало для таких целей. А теперь, когда у меня память группы высокая... Теперь я столкнулся с той проблемой, что у меня все, все места заняты. А, нет, смотрите, одно место у меня свободно. Вот, по 10 дегимонов... А, стоп, у меня 11 свободных мест есть. То есть я еще кого-то могу 5-го ур... Ну, который... Дегимон, который 5 единиц этого забирает. Памяти группы. А, да. Пока я не ушел, я уже собрался уходить. Так, в общем, у меня есть Дегипедия. И я обнаружил, что у меня до сих пор не открыт вот этот Дегимон. Это означает, что он у меня не был в команде вообще. Я его никак, никаким образом не получал. Так, интересно, а черный Агумон... А, черного Агумона я тоже никак не получал. Так, вот, видите, я его просто не получал. Но сейчас я его получу. И у меня есть еще один Дегимон, который просто отсутствует. И еще мне нужен Мотимон. Для того, чтобы он эволюционировал... Нет, не Мотимон. А, Мотимон немножко... Такамон, мне нужен Такамон. Потому что у Такамона есть вот эта вот форма Дегимона. В которую, ну, я не мог эволюционировать по какой-то причине. Возможно, обилийти очков не хватало. Мне сейчас нужно будет Такамона где-то раздобыть еще. Так, к счастью, я, зная, как одного Дегимона так конвертировать, я его исследовал до конца. Так, сейчас. Я его просто получаю для того, чтобы он у меня отметился как полученный. Вот. Подождите. Цумимон. Цунамон. Цумимон. Оказывается, я его вообще, похоже, не получал. Так. Мы его конвертируем. Он мне, в принципе, не интересен. Если только он не превращается в форму Дегимона, которую я еще не открыл. Так. Дикий пи. А. Стоп. Стоп. Точно. Он хоть и похож, я их спутал. Курамон. Блин. Ужас. Короче, от него можно избавиться. Мне он не нужен. Я спутал. Он похож, но это другой Дигимон. Ё-моё. Мне нужен Курамон. Вообще, у меня есть Курамон? Странно. Почему я его до сих пор не открыл? Неужели я его до сих пор даже не исследовал? А где можно Курамона... ...встретить? Самое главное, я не могу эволюцировать... ...в Дигимона, в которых у меня не было в команде? Курамон! Странно. То есть, почему он меня не отсканировал? Так, а если прибегнуть к хитрости... Курамон, Курамон. Где он у нас? Я думал, я его как раз таки исследовал? Не понял. А где Курамон? Он мне в команду попал? Нет. А куда он мог пропасть-то? Я же его только что... ...конвертировал. Или не конвертировал? Он мне просто нужен? Странно. Так, ну-ка подожди еще раз. Курамон. Или я отменил? Да не, я же... Куда он поропал? Вот в чем вопрос. Так, а может он на остров куда-то попал? Может, типа у меня было... ...свободное место на острове? Или он типа на остров отправился? Да нет. А, не то ищу. Цунемон. Вот. О, блин. Я не того искал. Да, вот-вот. Вот он мне нужен. Спутал я. Отлично. Курамон. Хорошо. Если я его не могу конвертировать, я просто дивульсионирую для него. Отлично. И... Вот он. Очищена хакерская память? Серьезно? А как мне... А как мне очистить хакерскую память? То есть я не могу получить какого-то дикимона просто из-за того, что у меня хакерская память с ней очищена? Странно. Зато теперь Курамон исследован. Просто пришлось немножечко другим способом его получить. Обычно, типа, ты его получаешь либо путем эволюции, либо просто его сканируешь, либо покупаешь. Но дело в том, что по какой-то причине я не мог получить Курамона. Единственный способ его получить это деэволюция. То есть получить дегимона, который на одну ступень выше по лестнице эволюции, и просто откатить его назад. Для того, чтобы потом эволюционировать его в новый вид дегимона, которого у меня раньше не было. Но для этого мне еще надо хакерскую память очистить. Чтобы это не значило. Может хакерская память очищается именно в основном сюжете, а не в дополнительном? Кто знает? Немедленная доставка. Давайте попробуем выполнить этот кваст. Понятно. Костюмы Customers. Ну, костюмы. Так, костюмы были злые, потому что... Так, я думаю, мне нужно воспользоваться Google-переводчиком, потому что я не понимаю, что тут написано. Клиенты... Клиенты... Костомерс это клиенты? Разве не клиентс? Вроде бы клиенты на английском языке как клиентс. Или Костомерс это типа второе обозначение клиентов. Как типа убийца может быть типа мардер, ну типа это маньяк-убийца, либо ассасин это как убийца, либо киллер как профессия убийца. Клиенты злятся, потому что заказы не приходят, курьеры тоже не возвращаются, помогите. И это мне пишет Дегемон. Интересно, какой у него бизнес, что он там доставляет? Помощь в обслуживании клиентов Диги... Дигитамон. Жалобы отовсюду. Ну вот видите, даже Дегимоны могут оставлять свои задания на доске объявлений. Заказчик Дигитамон. Я свяжусь с ним и спрошу подробности по делу. Что вы так долго? Я... Я ждал. Это срочное дело. У меня есть сайт доставки еды в Эден, но никто из моих сотрудников по доставке не вернулся. Я узнал об этом только тогда, когда покупатель пожаловался, что его заказ не прибыл. Я не могу в это поверить. Я не могу связаться ни с одним из них. Я не знаю, что еще делать. И сайт только-только начал преуспевать. Что теперь будет с моими рейтингами? Не говоря уже о моих продажах. Вы не переживаете за безопасность своих сотрудников? Постарайтесь успокоиться. Что? Вы не переживаете за безопасность своих сотрудников? Только думаете о своем сайте, да? Я как владелец беспокоюсь за рейтинг своего сайта и за безопасность своих сотрудников. Конечно, меня больше беспокоят рейтинги. Нет времени терять. Найдите моих сотрудников по доставке и скажите им, чтобы они доставили их. Доставили заказы. Дело это критически важное. На кону выживание моего сайта. Не облажайте. Вот список адресов доставки. Мои сотрудники должны быть в пути. Скажи им, что им придется столкнуться с моим гневом, если они расслабятся. Но я сомневаюсь, что это так. Все они производили впечатление надежных людей из своих интервью. И у меня никогда раньше не было с ним проблем. На них не похоже, что они внезапно выпадают из поля зрения. В беде? Я не могу исключить такую возможность. Может, они попали в плен к злому дегемону? Хм, говоря о которых. Нет, этого не может быть. Я не имею в виду, я только что вспомнил, как вокруг столько злых дегемонов. В любом случае, поторопись и найди моих рабочих. Один из курьеров отправился в кулун четвертого уровня и я должен его найти. О, четвертый уровень, наконец-то мы в кулун четвертого уровня отправляемся. Кстати, что касается доставки еды в Эден. По сути, Эден это цифровое пространство, куда люди помещают свое сознание и по сути там еда не так важна. То есть, она не имеет такого смысла. Если в реальном мире мы едим для того, чтобы выжить, то в Эден питаться не обязательно. То есть, еда, она просто как... В Эден ты чувствуешь тоже, как я понимаю, вкус и есть чувства, но они не такие, как в реальном мире, потому что до этого я проходил сюжет, там говорит, типа, В Эден существует... Эрик Кисиба, она ударила по счету, она говорит, хотя В Эден и существует боль, но в реальности она куда больнее, чем В Эден. И я так думаю, что со вкусом то же самое же. То есть, в реальности, когда ты ешь пищу, она более вкусная, что ли, типа, В Эден. То есть, по сути, его бизнес безболезен. Это просто так. О, прикол, давай я В Эден просто попробую вот это мороженое, типа, прикольно, хотя я им не наемся, но зато я попробую вкус. Вот типа такого. Потому что смысла в пище В Эден нету. Это же цифровое пространство. Я бы сказал то, что Эден это что-то вроде анимуса в Ассасин Скрит. Вот. Как бы я там не питался, ну, то есть, вот когда Дезмонд помещается в какой-то, типа, симуляцию и, типа, там, какие-то миссии выполняет, там, за Ассасинов и, типа, питается там, но как бы он там не питался, в реальности то он не наестся. Это всего лишь симуля... Так, подождите. А, Андер, подождите, Андер Каулун или Каулун уровень четвертый? А вот это я что-то... А вот это я что-то не посмотрел. Что-то я не обратил на это внимание. Так, но... А, в Каулун. А я в Андер Каулун переместился, я понял. Кстати, что касается Каулуна. Недавно я, короче, на Ютубе наткнулся на видеоролик по поводу Каулуна. Короче, суть в чем, Каулун это, типа, такой район в Китае, где, типа, трущобы, короче, они там вообще ужас как построены. И, типа, он как раз-таки назывался Каулун что-то темный город, типа, ну, там он контролировался мафией, пока его не снесли. И когда, типа, а, вот, кстати, вот он находится. И когда, типа, Англия захватила Гонконг, типа, единственная территория, которая осталась, это крепость Каулун. Ну, раньше это было крепостью, потом он превратился в такой город, город Трушобы. Вот. Типа, я про этот город раньше знал, но, что-то я забыл, как он называется. Он, оказывается, Каулун, как раз-таки называется отсылка, типа, я так понимаю. Хотя здесь он получше выглядит. Но, судя по тому, что в Каулу не собираются множество хакеров, то, в принципе, что-то, типа, это можно считать отсылкой. Так, у меня преимущество по атрибуту вода. А здесь у меня преимущество по классу. Причем, преимущество... Стоп, подожди. А, нет, это данные были. Черт, я думал, Греймон сейчас атакует, а оказывается, Гагамон атаковал. Так, стоп, а у меня что-то команда немножечко поменялась. Мне нужно ее снова вернуть как была. Так, давай вот так вот. И вот так вот. Виджимон. Да, я доставляю товары для Диги... Эээ... Тамона. Кто ты? А, может, это, типа, доставка для Дигимонов? Ну, типа, Дигимон, это же тоже... Типа... Ну, они живут, обитают в цифровом пространстве. Так, что для Дигимонов еда, типа, доставки еды и вообще еда в пространстве Ден имеет смысл, в отличие от людей. Но я видел то, что у него на, типа, в комментариях было указано то, что... Ну, типа, человек тоже комментарий писал. Он зол, потому что доставка задерживается. Давай я просто делаю... Я просто делаю перерыв. Работаю за минимальную зарплату. Это равносильно рабскому труду. Я больше не могу это делать. Может, поработаю где-нибудь еще? Мне действительно предложили работу. Да, это один из конкурентов Дигитамона, которым управляет Верри Гурорамон. Я... Я хотел держать это при себе, но тут я жадно глотал. Не говори никому, особенно моему боссу. Но я не смог это сдержать, типа, не говори это просто. Ты хочешь знать, где находятся остальные? Почему? У тебя есть дело с Погумономом и Демидевимоном? Их районы не должны быть далеко отсюда. Ну, типа, они недалеко отсюда находятся. Получен юрил адр зоны распространения. Мне нужно доставить товар, и я уже потратил достаточно времени. Я, пожалуй, пойду. Такой забавный квест. Теперь я знаю, так, за какие направления отвечают другие сотрудники. Давайте поищем нашу доставки. Если бы курьером был, типа, человек, я бы еще бы понял, почему он, типа, так долго доставляет. Он говорит, он бы мог сказать, да вот этот, типа, начальник, горе начальника, отправил меня в Коулун уровень 5, где на меня постоянно на каждом шагу нападают дикие дегемоны, и мне предстоянно с ними приходится сражаться. Поэтому, типа, задерживается. Доставка. Вот! Стоп. А, тай... черт, мне надо подлечиться. Надо было сбежать. Надо было сбежать, а не сражаться. Опытом мы сорны мало получим. Серьезно, я его даже не добил. Агумон? Той, Агумон вырубил Греймона. Греймона. Теперь будет хвастаться перед своими друзьями. То, что смотрите, я вырубил Греймона. Такое, по сути, вообще никогда не могло случиться, но... случилось, к сожалению. Так, стоп. А... Так, откуда я пришел? Я просто не хочу сражаться. Все, отстань от меня. Отстань от меня. Я не хочу сражаться. Все. Так, а где у нас телепорт? А, ну слушай-ка. Подожди, подожди, подожди. Бежим сюда. Я просто не помню, откуда я пришел. Я отсюда, скорее всего. Да, я отсюда пришел, точно. Что-то я забыл, откуда я пришел. Или нет? Наоборот, я не в том направлении двигаюсь, я наоборот двигаюсь вперед. Так, 800 я, ну не так много. Теперь уж. Когда у меня 21 миллион. У меня же вроде 22 миллион. Или 2 миллиона, 100 тысяч. Вроде бы у меня 21 миллион. Поэтому я так и удивился, что я забыл, типа говорю, я забыл, откуда я пришел, потому что я не помню, чтобы я отсюда пришел. Оказывается, я не отсюда пришел. Так, ладно. восстановление ото сна. Восстановление сна называется предмет. Такое ощущение, как будто я пострадаю бессонницей и должен принимать вот это вот лекарство, которое называется восстановление сна. Вот это восстановление от сна. Хотя бы от сна. Что мне там написали? Дигимон народные танцы выглядит так. Ну, мне уже такое уже писали, я, ладно, не буду это переводить, потому что я уже на такое сообщение отвечал. Так, откуда я, собственно, пришел? А, вот. Все, 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 вот отсюда я точно пришел, я это вспоминаю, так, мне нужно сюда, потому что у меня новый URL-адрес появился. Вы можете перейти к дистрибьюторской зоне прямо сейчас. Так, дистрибьюторская зона, вот она. Так, только терминал увижу, который перемещает меня в Эден. Ой, то есть в Дигилаб. нужно будет ему воспользоваться. Я вспомнил одну вещь, которую я хотел посмотреть. Так, хорошо. Это у нас тоже телепорт есть. Так, сначала сюда отправимся. Погумонт. Охрана не отпустит меня дальше, доставка будет, доставка будет поздной. Доставка опоздает. доставка задержится, вот, правильнее сказать. Какая-то стена, блин. я думал, мы к этой стене подойдем, но с другой стороны. Так, отлично, мне не пришлось сражаться с этой стеной. Хоть в чем-то плюс. А, вот, Погумонт. Спасибо, босс, теперь на меня злиться не будет. Спасибо, босс, теперь на меня злиться не будет. Хм, тебя прислал босс? Все доставки в срок? Значит, кто-то тоже мешает другим? Я не знаю, кто это, но это очень раздражает. Вы хотите знать, предлагал ли Верга Грумон мне работу? Как, как ты узнал об этом? Он сделал это, но я отказался, я должен, я должен своему боссу. Вы же не думаете, что за этим мог стоять Верга Грумон, не так ли? Верга Грумон, уйди с моего пути, я опоздаю с доставки, с доставкой. А, это другое, это другое, говорил Дигимон. Это был голос Деми Дивимона, похоже, что Верга Грумон что-то задумал. А, вот он, Грумон. Не, он говорит, типа, я должен своему боссу, если ты должен своему боссу денег, я думаю, что если бы ты перешел к конкуренту своего босса, чтобы заработал бы денег, потом бы с ним расплатился, это было бы забавно. Потому что твой конкурент, потому что конкурент твоего босса вроде как больше платит. Так, здесь предмет лежал, кстати, который надо поднять. Так, медаль Пиписмона. Какие странные названия у Дигимонов. Вот, 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 отлично. я кое-что вспомнил, что я хотел посмотреть. Я, короче, обнаружил, что, короче, у нас открылись новое пространство. Причем, цифровое пространство 0.1, 2 вообще отсутствует, 3 тоже, 4 тоже, и у нас сразу пятое цифровое пространство. И есть девятое. И вот каких Дигимонов я могу здесь раздобыть. ну, на самом деле, ничего нового. Ничего интересного нету. Я просто не смотрел до этого. Я думал, что плашка вот эта, типа, новая. Она пропадет, если я посмотрю на эти вот пространства, а потом я, типа, забуду на них посмотреть и вообще не покажу. Ну, можно, конечно, попробовать сходить туда и просто посмотреть, что из себя цифровое пространство представляет. Возможно, там даже какие-то предметы лежат ценные, которые стоит подобрать. Вер Гарумон. О, Вер Гарумон. Вот, Веры, он говорит Веры Гарумон, а передвину как Вер Гарумон. Ну, в принципе, я правильно его назвал. Давай, Девимон. Обещаю, это того стоит. Я уже сказал тебе, я не хочу на тебя работать. Что плохого в работе на меня? Я сказал, что заплачу тебе вдвое, а, я сказал, что заплачу тебе вдвое. Зачем тебе Дегитамон? Я счастлив там, где я есть. Я бы хотел больше платить, я бы хотел больше, больше зарплаты, но ты бы заставил меня усердно работать, верно? А, чуть сложнее. Насколько это совсем немного? Если я плачу вдвое больше, конечно, я хочу, чтобы ты работал вдвое больше, что в этом плохого? Это слишком много, я не могу этого сделать. Это, а, это всегда в два раза больше работы, ты бесполезен. Ты всегда работал в два раза больше, ты бесполезен. Хорошо, я снимаю свое предложение. Хорошо, теперь уйди с моего пути. я не пропущу тебя сейчас. Веден в моем месте достаточно места только для одной точки доставки еды. Давай посмотрим, насколько сильно пойдет рейтинг Дигитамон, когда его клиенты не получат свои заказы. Эй, ты не можешь этого сделать. Что ты здесь делаешь? Это Дигитамон Дигимон бизнес. Это бизнес Дигимона. Держись подальше, человек. Нет? О, я понял. Ты должно быть работаешь на Дигитамона. В таком случае возьми это. В таком случае получи это. Так, я не знаю сколько у него ХП, но мы долго с ним сражаться не будем. конечно за первый круг мы я думаю мы за первый круг его не одолеем, но мы его одолели. Отлично. За два хода одолели. Храбрая точка день. Так, ха, ты обвиняешь меня в коварстве? я я делал то, что делают люди пытаясь опередиться соревнованиям. Пытаясь конкурировать. Вот. Все так делают? Это неправильно. Тогда кто-то другой сделает то же самое с тобой. Во, 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 во. Тогда кто-то другой сделает то же самое с тобой. Например, я. если я не перестану блокировать доставку, Дикитамона сделает то же самое со мной. А, со мной. О, это было нехорошо. Это было бы нехорошо. Я понял, я больше не буду этого делать. Ух ты, ты убедил Вергорумона остановиться, ты удивительный. Спасибо, мистер хакер, я могу сделать доставку сейчас. Я смогу выполнить доставку прямо сейчас. мне лучше поторопиться. Пока. Ты действительно спас мою кожу. Блин, кожу. Ну, не знаю, как это звучит. Ты действительно спас... А, ты действительно спас мою шкуру. Мои сотрудники только что проинформировали меня, что все доставки осуществлены. Я хотел сказать сначала, ты действительно спас мой зад, типа, может, они имели ввиду, но нет. Ты спас мою шкуру, вот, такое выражение есть. А ты спас мою кожу, нет, такого выражения нет. Я должен был знать, что за этим стоит горрумон. Когда я подумал, что они, возможно, попали в плен к взлому дегимону, мои конкуренты действительно пришли мне в голову. Думаю, я был бы не за горами. И попытки понизить рейтинги, это очень мало даже для конкур... Это очень низко даже для конкурента. Мои сотрудники, мое сокровище. А ты думаешь, что рейтинг сайта для меня важнее моих сотрудников? Это неправда. Они одинаково важны. По крайней мере, я так думаю сейчас. Все это заставило меня понять, насколько важно иметь уникальный аргумент в пользу того, чтобы выделиться среди конкурентов. Мне нужно извлечь выгоду из своих сильных сторон и использовать их для повышения популярности моего сайта. Я хочу разработать систему доставки некоторых продуктов в течение трех часов после того, как клиент разместит заказ. Но это невозможно. жестоко по отношению к моим сотрудникам? Это правда. Я уверен, что они справятся. Но я уверен, что мои конкуренты думают так же. Ах, только что пришел еще один заказ. Мне пора. Я еще... Еще раз спасибо. Меня беспокоят его сотрудники по доставке. Но надеюсь, с ним все будет хорошо. Так, теперь я хакер высокого уровня. Отлично. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok